Заполнить каждую из таблиц числами от 1 до 9. Естественно, каждое число используется ровно по одному разу. Чтобы в каждом квадратике размером 2 на 2 сумма была бы одна и та же. Реал условия, каждую из таблиц, может быть их потребуется больше, я не знаю, может быть, наоборот, не все удастся заполнить. Заполнить числами от 1 до 9, чтобы в каждом квадратике размером 2 на 2 сумма была бы одна и та же. Давайте, смотрите, чему равна сумма всех чисел от 1 до 9? 40, я считаю. 45. А скажите, пожалуйста, 4 клетки из 9... 15 должно быть. А? 15. Не правда. 4 клетки, вот смотрите, 4 девятых от 45 это сколько? То есть, 45 разделить на 9, это получится, что в каждой клетке в среднем около 5, правильно? Сколько? 20. 20. Значит, мой вам заказ. Начните, пожалуйста, с того, что сделаете таблицу, в которой сумма в каждом квадрате 2 на 2 будет равна 20. Потом, пожалуйста, 19, потом 21. Давайте проверим. Здесь у нас 10, 10, 10. Нормально. 13, 7 это 20, 7 и 13. Да, отлично. Одну таблицу вы сделали. Спасибо. Господа, все знают, что сегодня на станции метро Комсомольская произошла авария. В результате жесткой остановки эскалатора то ли 7, то ли 8 человек пострадало. Вне зависимости от того, что там произошло, надеюсь, все понимают, что метро это действительно сейчас очень опасная штука. И, что называется, постепенно опасность будет нарастать, потому что пассажир поток возрастает, и метро просто принципиально уже перестает справляться. Давайте я объясню ситуацию с той стороны математика. У нас очень часто думают, что, например, у вас сидят кассиры в большом магазине. Ну, наверное, каждый из вас такую ситуацию видел, да? Десяток, а иногда бывает там и три десятка касс, и кассиры, и люди, люди, люди подходят. По какому принципу у нас управляющие действуют? Как только они видят, что у какого-то кассира нет никого, то, чтобы не платить соответствующему человеку зарплату, его просто снимают, и, соответственно, становится сразу меньше кассиров. Понятно? То есть, они стараются, чтобы поток покупателей в точности соответствовал бы пропускным способностям кассы, чтобы кассы были всегда загружены. Оказывается, в математике есть замечательная кратиорина. Если мощности по обслуживанию в точности достаточно для того, чтобы обслужить, то в среднем будет бесконечная очередь. Ровно это мы с вами в жизни чаще всего встречаем. То есть, когда пытаются сеть сделать ровно такой мощности, какая нужна, то это всегда приводит к чудовищным очередям. Когда я был в Международной Олимпиаде, это 1882 год, в Венгрии. Мы проехали от Будапешта до озера Блатон и обратно. Так вот, представьте себе, я привыкший к давке, ну, собственно, тогда она была ничуть не меньше, к сожалению, чем сейчас. Откажу венгерскую, ну, то, что называется у них электричка, ну, и у нас точнее, венгерский поезд. И вдруг, там, где я ожидал увидеть 50, а может быть и 100 человек, я вижу, что у нас на вагон примерно 10 человек. У нас у всех был шок от того, что, оказывается, можно идти по вагону поезда и выбирать, в какое из купе зайти и сесть. Мы спросили, это у вас так всегда? И вообще, как так можно неэкономно? И они мне объяснили, а у них на железной дороге всегда так. Они просто понимают, что сделать вагон и гонять его, хоть вы сделали 3 вагона, послали, хоть вы сделали 10 вагонов, с точки зрения затрат энергии, это практически одно и то же. И в результате они просто построили все железные дороги большей пропускной способности, и люди нормально ездят. Заметьте, это не вопрос экономии денег или чего-то. Просто там было много-много-много лет назад принято решение, что люди должны ездить по принципу «всегда есть свободные места», а в нашей стране решение, что крайне важно, чтобы принципиально ни одного свободного места не было. Вот я живу в метро Владыкино, каждый день я наблюдаю там замечательную ситуацию. Едет поезд и объявляется, уважаемый пассажир, поезд дальше не идет. Люди выходят, хотя поезд был, между прочим, почти что заполнен. Подходит следующий поезд, эти люди туда заходят, по принципу, надо вместиться там, понятно, да, где-то между-между-между. Вопрос почему? А потому что инженеры в метро считают, вернее инженеры, менеджеры считают, что как же это, будет несколько квадратных метров свободной площади. Понимаете? Это же потратится три копейки. То, что из-за того, что люди мнут друг у друга, на самом деле они потратят гораздо больше, никого не волнует. То, что рано или поздно отсутствие свободных мощностей приводит к техническим катастрофам, тоже никого не волнует. Это разница подходов. Это не вопрос экономии, это просто разница подходов в отношениях. Давайте вас проверять. 10 и 11, 21, 11 и 10, тоже 21, 8, 8 и 5, значит 21, и здесь у нас 13 и 8, 21. Отлично. Получилось. А могли вы как-то получить вот эту картинку непосредственно из этой? Вот, вы ее, я вижу, придумывали. А можно ли было не придумывать, а сразу написать? Могли взять и каждое из чисел этой таблицы, каждое число, заменить на его дополнение до 10. Показываю. Посмотрите, пока непонятна связь, а сейчас я покажу. Там, где была единица, напишем 3, 8, там где была семерка, давайте напишем тройку, там где была четверка, напишем 6, на месте восьмерки напишем 2. Видите, да? Каждый раз в дополнение. Здесь напишем 5, здесь мы с вами напишем 4, здесь 8 и здесь 1. Подсчитываем суммы. 1, 21, 10 и 11, 21, 6 и 15, 21, 15 и 6, 21. Вы мне скажете, что эта таблица другая. Согласен? Согласен. Конечно, хорошо, что вы придумали второй пример таблицы, где все суммы равны 21. Однако, вот этот переход, он совершенно очевиден. Согласны? А вашу таблицу надо было заново придумывать. Хорошо. У нас теперь есть две таблицы для числа 20. Две разные. Заметьте, они не получаются поворотами или как-то по-другому. Потому что здесь стоит число 7, а здесь 8. Теперь задача, пожалуйста, для числа 18 и для числа 22. И, конечно, очень интересно понять, а бывает 18, 16, 15. Вообще, какие возможны варианты? Чему может равняться сумма, если она одна и та же для всех четырех квадратов? Для 18 вы должны придумать сами. Для 18? А? Я для 18. Перевод. Чтобы для 18 сделать, нужно от 20 до 10. То есть, здесь будет 9, здесь будет 2. Нет, 9 нормально, напишите. 9 до 7? Нет, она пишется с другого места. Пуши себе. Это будет 20. Да, там будет 20. Давайте, 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 пишем. Сейчас все равно 20. Уже 20. Это вы делаете дополнение, да? Пишите, пишите. 3. Дело в том, что 40 минус 20 – это 20. Смотрите, уже видно. Уже видно. 40 минус 20 – это 20. Поэтому на 20, оно дает другую установку чисел, но там опять сумма будет равна тому же самому 20. Дальше. А, между прочим, я тут побывал на отчетном концерте. Правда, это не совсем школа. Это средне специальное учебное заведение. Колледж имени Шопена. Докладываю, ребята, математически в школах такое и не снилось. То есть, выходят, ну как по возрасту, фактически школьники. Вот, то есть, совсем-совсем молодые ребята и исполняют фантастически сложные вещи. Если бы у меня на математике вы такое делали, я был абсолютно удивлен тем, на каком все это выглядели. И, собственно говоря, от настоящих музыкантов, они зримо отличались только тем, что они хоть и хорошо умеют играть, но только что-то одно. А именно, выходит человек, играет, замечательно играет. Зал его просит повторить. Он сыграет еще раз. Он играет. Зал просит еще раз повторить, потому что он всем очень понравился. Он честно говорит, а у меня только две. Уж так уж и быть я вам давайте. И то, что я тогда сыграл, я еще раз сыграю. Понятно, да? То есть, он реально умеет играть два произведения, но замечательно. Так же станет выучить еще. У меня будет получено. Давайте. Спасибо. Давайте проверять. 7 плюс 2. Это у нас 9 и 9. 6 и 12. Это тоже. 9 и 9 замечательно. 12 и 6 тоже хорошо. Так, теперь бодро сделаем для 22. Семерку дополняем, получается тройка. Двойку дополняем, получается 8. 8, дальше 6, 4, 7, 7, 1, 2, 9, 5. Отлично. А теперь вопрос. А бывает 17, ну или, соответственно, 23. Или 16, или 15. Ответ очень простой. Если у нас есть таблица, то понятно, что там где-то включается число 9. Согласны? Ну, я не знаю где. Ну, например, здесь. Так вот, какие самые маленькие числа могут быть еще в этом квадрате? 1, 2 и 3. Чему равна их сумма? 15. 15. Совершенно верно. Значит, меньше 15 в принципе не бывает. Теперь давайте посмотрим, можно ли куда-то поставить число 8. Ну, смотрим. Если у нас, ну, в принципе, здесь может быть... 1, 2. Смотрите, 1, 2. 3. Собственно, не может же, смотрите, не может же у нас быть, чтобы все эти суммы были бы совсем маленькие. Правильно? Правильно. Ну, скажем, вот сюда пишется восьмерка. Тогда сюда пишется, по крайней мере, что? 4. 4. 12 и 3, тоже 15. Пока еще система выдерживает. Интересно, куда мне написать семерку. Если сюда, то будет... А, все уже не получается. Уже не получается. Если сюда... Не получается уже. Почему? 1. Да. Хотя, конечно, на доказательства как-то это не очень тянет. Можно, конечно, варианты поперебирать, разбирать. И у нас получится, что... Ну, это все-таки некоторый перебор. Можем ли мы каким-то образом побыстрее объяснить, что не бывает суммы меньше, чем... То есть, смотрите, 18 бывает, 19, 20, 21, 22 бывает. Здесь вот какой-то неприятный, неприятный, неприятный перебор. Я предлагаю такую мысль. Возьмем и сложим в каждом из квадратиков сумму. Договорились? Перечисляешь. S. Некая сумма S. Складываем эти четыре ситуации. Что будет у нас? Четыре S. Правильно? Четыре S. А теперь смотрите, как это самое 4S у нас получается. Четыре S. Это по одному разу входят угловые клетки. По два раза центральные клетки границ. И четыре раза встречается это. Согласны? Значит, я могу сразу написать такое неравенство. 4S больше или равно 9 плюс 8 плюс 7, 6 плюс 6. Плюс... Нет, нет, не 45. Только это и дело. Смотрите. Я рассуждаю так, что чтобы сумма была поменьше, надо большие числа распихать по углам. Следующее по величине сюда и самое маленькое сюда. Вот это я и пишу. Здесь 5, 4, 3, 2 и 4 раза единицу. Меньше не бывает точно. Теперь давайте подсчитывать. 9 и 8 это 17, 17 и 7, 24 и 6 это 30. Так, 4 и 5, 9 и еще 5. 14 на 2, 28 и 4. Получается 62. Ну что, господа. Получается, что S не меньше, чем 15,5. Ну, конечно, 15,5 не бывает. S не меньше, чем число 16. Ужас. Значит, нам с вами нужно думать, обдумывать два варианта. Может ли быть сумма равна 16? И может ли сумма равняться 17? Заметьте, пожалуйста, что называется, сразу надо в центр писать маленькое число. Скажем, если вы хотите получить сумму 16, то в центр надо писать обязательно единицу или двойку. Понимаете почему, да? Потому что, если у вас большее число будет умножаться, то уже получится слишком много. Хорошо. Давайте экспериментировать. S равняется 16. В центр поставим единицу. Так, в центр ставим единицу. И сюда пишем 1. Так, 10. Скажем так, сюда 2, сюда 4. Так, господа, давайте дальше губить. Можно ли в таком духе продолжить или нет? Здесь у нас сумма равна 3, здесь должна равняться 13. Это что означает? Скажем, 5 и 8, да? Нормально. В каком углу будет 7? Что? В углу будет 7. Здесь? Да. Если здесь будет 7, здесь будет 3. Так, а? Здесь последнее число осталось. А? 6 осталось только. Как 6? Ну, 6 может и осталось, только сумма будет на 14. У нас почти получилось. 6 и 7 переставить. 6 и 7 переставить. Как? 6 и 7 переставить, это что? Значит, сюда 6 написать? Да. Если сюда 6 написать, тогда сюда придется 4 написать. Так что, вы нашли 16? Отлично. Стираю все свои папыки и... Я стою. Нет, возьмите посильнее. А 8 уже было. 14 уже. Сейчас, еще раз это бежим. Сядьте. Сядьте, пожалуйста. Потому что надо стереть все аккуратно. Я не очень доверяю, что вы сможете стереть доски. Отлично. Напишите свой вариант. Давайте проверять. 11 и 5 это 16. 8 и 8 16. 5 и 11 16. 8 и 8 16. Отлично. Понятно, что если у нас есть таблица для 16, то мы получаем таблицу для 24, правильно? Наверняка. Есть еще таблица для 17. Ну, верно. Просто уверен. И тогда задача будет полностью нами решена. Понятно? Да. Прошу. Почтите. Спасибо. Смотрите, вы экономили какую-то там сотую долю секунды, написав неаккуратную восьмерку. А за вами приходится это отправлять. Понимаете? Это как если бы человек, который едет на год в экспедицию, опоздал бы на 2 минуты туда отправляться. Значит, ну что? 17, 3 и 14, 17. 12 и 5, 17. Да? Отлично. Таким образом, возможны все варианты от 16 до 24. Таким образом, упражнение